Всем большой привет! Меня зовут Софа. Спасибо, что заглянули на канал. Сегодня весьма необычный формат видео. Такой рубрики, скажем так, на моем канале еще не было. Сегодня я хочу поделиться с вами всеми своими випами. Я отобрала целую стопочку книг. Честно говоря, даже не ожидала, что у меня накопится такое количество. 14 раскрасок. Человек, который практически не страдает. Вот этим вот забрасыванием картинок, которые я начинаю. То есть я, в принципе, всегда все заканчиваю. Но вот есть, есть такие моменты, когда оно прям вообще не идет. Некоторые из этих випов я уже пыталась неоднократно завершить. И даже немножко дело продвигалось. Но, к сожалению, они все еще в статусе незавершенных работ. Вот этим видео я хотела бы вдохновить вас, вдохновить себя на завершение начатых когда-то картинок. И если вам интересно, то приятного просмотра. Начнем мы сегодня с самых-самых старых випов. Я их как раз-таки отложила в такой последовательности. И первая книжечка в сегодняшней нашей викторине. Это «Игра престолов» от HBO. Книга, которую я не красила вообще уже сто лет. Но, к счастью, последняя картинка здесь завершена. Это не вип. Есть один вип. Ну, я уж его так называю. Но на самом деле я завершила эту картинку сто лет назад. И, в принципе, она меня устраивала такой, какая она есть. Она мне не раз мелькала и во всяких хобби-влогах, и даже в топ раскрашенных работ. Однажды я ее запихнула. Она у меня там фигурировала. В таком виде, да, в таком вот виде, незавершенном. Вот металлическая рамочка началась когда-то. И, видимо, я подустала, не завершила ее. То есть, вот это вот все. Ну, то есть, картинка сама раскрашена. Мне очень нравится вообще. Это было сто лет назад. Мне ничего не хочется менять. Но вот единственное, стоило бы, конечно, доделать вот эту вот рамочку. Даже не знаю, просто так я вам это говорю или буду ее доделывать. Но, повторюсь, эта книжка у меня лежит уже в таком вот виде сто лет. Поэтому ничего не могу обещать. Дальше книжка «Дневные грезы» Ханны Карлсон. Здесь вот такой вот вип. Он, на самом деле, не очень старый. Я, видимо, как-то не по порядку сейчас на стол положила книги. Ну, ладно, ничего страшного. Здесь я тестировала «Акварель». Это наше российское издание. Естественно, она ложится ужасно. Вот так вот все это протекло. Но я поэтому эту картинку и выбрала, потому что она, в принципе, последняя. Ложилось все просто ужасно. Вот здесь какие-то блестки есть. И подтеки я делала прям вот вертикально, ставила книгу. Они прям высыхали на глазах. Я помню, они не успевали даже вот до такого уровня дойти. И уже все впитывалось мгновенно. Вот эту часть я доработала карандашами. Возможно, это даже видно. Вот эту вот нет. И сову нет. Ну, в принципе, здесь немножко осталось. Но, честно говоря, мне не нравится эта работа. Возможно, поэтому я ее и забросила. Кстати, к ней я уже возвращалась летом. Пыталась докрасить. Ну, вот, видимо, не судьба у этой совы была тем летом. Дальше вот такая вот книженция. Тоже очень старая книга. Очень давно я в ней ничего не красила. Здесь есть завершенные также работы. Здесь много вот таких вот картинок, которые я красила только-только, когда начинала. Вот такое вот разворотище. И здесь очень сложная картинка. Вот так вот выглядит вип, который я все не могла завершить. Я к нему возвращалась даже спустя годы. Первое, что я раскрасила, это вот этих воробушков. Я помню, что мне просто хотелось раскрасить окрас воробья. Мне было это интересно. Я искала воробушков в раскрасках и вот нашла. Дальше я решила полностью раскрасить эту картинку. И вот, видите, я начала красить тыквы. Это были джотто. Прошло там, может быть, год, может быть, два. Я вернулась сюда уже с акварельными карандашами. Помню, это красила фикс-прайсовскими акварельными карандашами. Даже здесь дорисовывала зерна кукурузы, потому что их не было. Так жутко выглядит. И тоже все это забросила. Кстати, вот сейчас смотрю и думаю о том, что, возможно, мне раскрасить это в апреле. Хоть и картинка как бы изразела осень, мне почему-то так хочется. Я уже вижу вот это вот поле на фоне. Кстати, да, фон. Наверное, все-таки фон послужил причиной моего какого-то отвержения этой раскраски. Потому что, ну, сложно, сложно. Здесь много мелких деталей. Но сейчас я думаю, что, в принципе, можно было бы совершить эту картинку. Почему бы и нет? Так, дальше. Та-дам! Это самая нелюбимая книжка Керби. Не побоюсь этого слова. Нелюбимая. Но на самом деле Мироморфоза мне нравится меньше всего. Вообще меньше всего. Я, когда продавала книги Керби, я продала «Последние мифы» и «Хрупкий мир» в нашем издании, чтобы поменять на «Иностранное». Вот, это я сделала. Мифоморфозы первые, ну, в смысле мифоморфозы именно, я не продала, потому что она мне нравится. У меня там много работ. Вот. А «Миры» я покупала, помню, начинала раскрашивать. И она как раз тогда вышла. То есть, это была, вроде как, первая книга вообще Керби, которая у меня появилась. Она была популярна в тот момент, когда я начинала раскрашивать. И я ее купила себе. Но она мне настолько не понравилась. Я не знаю почему, с чем это связано. И здесь у меня аж два випа. Вот этот разворот, я к нему тоже возвращалась неоднократно. Я здесь вообще столько всего намешала, намудрила. Здесь каких только материалов нет, каких только карандашей разных. И все никак не могу я доделать это все дело. А что такое на фоне, я вообще даже думать не хочу. Все такое монохромное, одинаковое. Ну, короче, такой сложный вообще разворот этот. Я, наверное, я как-то... Последний раз, когда я его раскрашивала, уже, наверное, года два прошло, я зареклась, что больше не вернусь к нему. Поэтому я вот вам просто показываю, а доделать не буду. Также здесь есть вот такая картинка. Это, по-моему, если я не ошибаюсь, был какой-то марафон, вроде у Даяны Джей. Именно вот эти вот картинки она жена выбор давала. Из разных книжек, по-моему. Вот одна из них. Ну, тоже, кстати, картинка, в принципе, легкая. Фон мне нравится. Фон, кстати, мандалузами делала, тестировала здесь их. Протекли, но не сильно. И, в принципе, можно было бы доделать... Не знаю. На самом деле, самая моя любимая книга у Керби – это «Хрупкий мир». Хотя я знаю, что это вообще не его стиль. То есть, вот какой-то абсурд получается. То есть, вроде бы, мне нравится. Мне очень нравится. Но это как бы не его. Его стихия – вот она. Вот она. Вот в последних там этих монстрах – это он. Всё – это он. А вот «Хрупкий мир» – она более такая реалистичная. Дальше книжка «Варкрафт». Тоже я очень люблю эту книгу. Но она у меня идёт туговато. Я вообще здесь картинки очень... Ну, как бы стараюсь. Над ними сижу, ковыряю, ковыряю. И поэтому всё это очень долго, муторно. И подступиться тяжело. Здесь начала вот такую картинку. Естественно, по оригинальному арту, по референсу. Всё, я сделала шикарную подложку из акварели по тону, абсолютно подходящую для этой картинки. Ну, вот что-то не то. Что-то не то. Не идёт. Я себе эту картинку ставила вот в недавние планы. То есть, как вип, да. Хотела завершить её в январе, в феврале потом. И в итоге забила, потому что, ну, не могу. Я сажусь за неё, и всё. Меня начинает всё раздражать. Мне кажется, что у меня ничего не получается. Я вот в январе красила волку, по-моему, вот эту лапу. Я её даже не доделала. Ну, что-то, короче, красила так по мелочи. И что-то мне так надоело. А, ну, фон. Я начала вот деревья закрашивать. Короче, не знаю. Ну, не идёт прямо. Хотя такая гамма приятная. И, в принципе, карандаши нормально ложатся. Не идёт. Видимо, пока что не время. Так, дальше вот такая вот у меня есть книженция. Очень-очень давнёшняя. Ну, в смысле, покупалась давно. Притом ничего здесь не раскрашивалось. У меня вот обзор на неё как вышел на канале. Сколько уже прошло? Года два? Полтора, может. И всё. Я здесь начала одну картинку. Вот такую вот ассасиншу. Ну, не конкретно её. Вот я сделала фон. Начала плитки вот эти раскрашивать. Ну, что-то мне, не знаю, как-то не нравится. Да, я помню, я вот это начала раскрашивать. Мне так не понравилось вообще то, что у меня получается. Хотя, по сути, ничего не сделала здесь. И забросила, в общем, её опять же. То есть, тоже вип, к которому я возвращалась уже один раз. Кстати, книга очень классная. Кто вот любит игры, я ассасин, кстати, не очень люблю играть. Но сам мир мне нравится. И книжка очень такая разнообразная, интересная. Единственная она на склейке. Ну, не знаю, посмотрим, если буду её красить. Возможно, склейка неплохая. Дальше цветочечный код Play Lady Yulia. Здесь у меня мартовская картинка. Раскрашивала её вот в прошлом месяце. Как бы начала, брала на работу, начала там раскрашивать. И вот что-то забросила. Сейчас не знаю уже, что делать. Уже не актуально. Ждать следующего года, наверное, только. Раскрашивала здесь лирами. Если кому-то интересно, они жутко ложатся вообще в этой книжке. Просто ужасно. Да вообще, я не знаю. С каждым разом я всё больше и больше разочаровываюсь в этих карандашах. Мне они нравятся просто внешне. Мне нравится, кстати, как они ложатся на шероховатую поверхность. Я очень часто их использую поверх акварели. И мне прямо безумно нравится, как они ложатся. То есть не надо ничего давить. Там всё прям плавно, гладко и так далее. Ну, а вот здесь вот что-то, я не знаю. Может быть, они друг другу не подходят просто с бумагой. И цвета какие-то непонятные тоже. Листва какая-то голубо-зелёная. Ну, в общем, такой вот випчик. Даже не знаю, доделаю ли я его или нет. Но, в принципе, почему бы и нет. Какая разница. Весна же всё-таки. Весна и весна. Так, дальше идут книжечки чуть попроще немножко. Вот такая вот уютный мир. Здесь я делаю подложку спиртовыми маркерами и сверху дорабатываю карандашами. Вот такие вот у меня получаются картиночки. Здесь, кстати, без доработки. И, ну, она типа готова. И вот такая вот у меня ещё есть картинка. Здесь я птичек не докрасила. И тоже хотела немножко доработать карандашами. Но вот эту вот, кстати, можно доделать. Я про неё вообще что-то забыла. Тут что осталось-то? Можно даже не дорабатывать. Ну, так, по мелочи. В общем, вот такая вот картинка. Кстати, книжка мне очень нравится. Мне нравится то, что она односторонняя. Ну, в смысле, картинки односторонние. И, ну, они такие уютные, милые. Можно очень быстро сделать работу. Дальше побег в мир Шекспира. Здесь разворот, который я начала на марафон Ольги Рани. Потери мост. Это было, по-моему, вот в прошлом месяце. Но я не успела. Не успела. Нашла вот такую шикарную картинку. Шикарный повод вообще продолжить эту раскраску. У меня здесь одна работа. Очень старая. Вот так она выглядит. И... Ну, здесь, на самом деле, такие картинки, которые ты не будешь просто так раскрашивать. Но они суперстранные. И вообще, вот этот вот иллюстратор. Иллюстраторы, вроде бы, очень такие своеобразные. И нужен веский повод, чтобы начать хоть что-то здесь красить. И вот я подумала, что марафон Ольги Рани найти и раскрасить это вообще шикарный повод начать какую-то такую книжку, которая у тебя стоит просто вот пылится на полке. Вот. Поэтому начала вот эту вот картинку. Но, в принципе, ее можно и без повода уже завершить. Повод то, что я ее начала. Ну, много мелкотни. Акварель, кстати, неплохо ложится. Вот здесь вот точечки немножко. Да, протекает. Но, в принципе, она хотя бы не впитывается моментально, как в других книжках. Следующая раскрасочка. Рождество. Вот такая вот маленькая книжка-раскраска. Покупала я ее на Озоне, по-моему. Есть еще Псалмы из этой же серии. Но ее что-то нет в наличии уже давно. Здесь вот такие вот прекрасные детские иллюстрации. Ну, они мне чем-то напоминают картинки Риты Берман. Может, мне кажется. Но, в принципе, я думаю, что если красить так же в стиле, как Рита Берман, вот так ярко, красочно, особенно вот эти вот все рамочки, мне кажется, будет очень красиво. И здесь у меня... Ну, вообще, прекрасные иллюстрации. Здесь у меня есть один випчик. Я раскрашивала его как раз вот в январе на Рождество. Ну, то есть, начинала красить и не доделала. Не доделала, потому что мне не нравится, как здесь ложатся карандаши. Ну, я использовала Артекс, на самом деле. Не факт, что какие-нибудь призмы здесь будут плохо ложиться. Надо попробовать. Вот. В принципе, тоже можно докрасить. Такая милота. Следующая книжечка это «Яркие месяцы моей беременности». Одна из первых книг, которая вообще, в принципе, у меня появилась в коллекции. И здесь есть один випчик. Вот такая вот картинка. Раскрашивалась она давненько на марафон, когда мы еще вместе раскрашивали свои марафоны ВКонтакте. И это было в июле 20-го года. Я очень сильно расстроилась из-за того, что мне здесь размазали случайно дракона, получается, на мордочку, медвежонку. И я помню, что я очень сильно старалась. Мне так все нравилось. Но в итоге я просто, видимо, психанула и решила не заканчивать совсем эту картинку. Поэтому она у меня в таком вот состоянии. Я ее, получается, не доделала. Уже вряд ли когда-нибудь доделаю. Но вообще, в целом, книжка мне это нравится. Я ее продолжаю раскрашивать. Здесь неплохая бумага, кстати. Так, ну и последняя книжечка, которую я вам сегодня покажу. Это фантазия с Алиэкспресса. И здесь у меня есть одна готовая работа и одна вот в таком вот состоянии. Честно говоря, я не знаю, что с ней в принципе делать. Наверное, автор подразумевал это как зеркало. Но я здесь просто протестировала вангоговскую акварель сумеречную. Кстати, бумага хорошая. То есть это прямо с Алиэкспрессом мне пришла папка с листами. Прошивала я уже сама. И, в общем, вот так вот ложится акварель. Ничего не протекло. Но, наверное, стоит доделать вот эти вот цветочки вокруг и будет полноценная работа. Но, честно, не знаю, к чему это, ну, что это вообще подразумевает собой. Вот, поэтому, наверное, она в таком подвешенном состоянии. На этом все. Я благодарю вас всех за просмотр. Я надеюсь, что хоть немножко вдохновила вас на завершение когда-то начатых работ. По крайней мере, для себя я уже отметила пару штук, которые я буду красить в апреле. и до новых видео. Всем пока!